Всем привет, ребята! Мой сегодняшний день начинался с рассвета, с 5 утра. Также я налила себе стакан воды. Вообще, рассвет должен был быть в 4.50, но я встала в 5. Вот, кстати, вам разница 10 минут солнца. Я ускорила на 100 иис. Потом пошла умываться и забирать кровать. И начала записывать свои дела на один день. Потом я решила прочитать свою книгу «Доинственный сад». Это по внешкольным учтениям. Потом у меня был такой напоследок, я не хотела сильно лезть и решила стираться на путь. Тут я уже иду. Вообще, я бегу 5-6 кругов, в принципе. Ну, плюс-минус километр. Там лучше больше. Ну, конечно, с переживами иногда. Хотя, допустим, во второй день я подержала без пережива 5 кругов. Вот, здесь я уже... Мне, кстати, было очень тяжело, потому что я немного собирала кожицу на левой руке. И мне было, как бы, больно цепляться. Тут я просто за 7-10 показала вам вот это. Вообще, я могу без рук так постоять, но почему-то, я не знаю, у меня какое-то странное что-то произошло. Я не отпустила руку вторую. Примерно это выглядит так. Я сначала бегаю, потом чуть-чуть на тренажерах занимаюсь, а потом хожу тоже 2-3 круга пешком. Так как, возможно, YouTube уже скоро заблокируют. Не знаю, правда это или неправда, но, допустим. Я попрошу вас подписаться на Routube и на другие мои соцсети. Если что, у меня есть все под видео в описании. Telegram, Like, Routube и Pinterest. Я постараюсь публиковать туда все видео. В основном, будет, наверное, в Routube. Возможно, сделаю ВК, но это пока не точно. Сейчас я попробую скачать Routube на ноутбуке, потому что мне монтировать удобно на ноутбуке. И также скачаю еще, наверное, ВК. Если получится. Потом я решила испечь печеньки. Более подробный рецепт в описании под видео. Заварила себе чай. И достала печенька. Кстати, получилось даже довольно неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Хотя я занималась полгода просто. Потом сделала такую небольшую тренировку. Разложила коврик. Ну, буквально минут 7-8. Потом я решила почитать книгу из школьной литературы на лето. Достала все, что нужно и начала читать. Тут я ищу ее в содержании. Тут я уже ее нашла и начинаю читать. У нас были спагетти. Я решила их пожарить с овощами. И потерла их сыром. Потом решила поплести из бисера. Я, кстати, уже давно не плела. Но вот хочу немного возвращаться. Решила сплести вот такую клубничку. Получилось, в принципе, неплохо. Но я когда затягивала узелок, у меня треснула леска. И мне кажется, надо будет перерешивать ее. Потом мы с братом поели чипсы. Потом приняла душ. Умылась, переоделась пижамом. Тут просто я умываюсь. Еще я умылась пенкой. Я вам ее тут не очень показала. Ну ладно. Сделала, как я их называю, запасы воды. Взяла свои три бутылки. Налила туда воду. Потому что, если я это не сделала, я в следующий день очень мало воды пил. Две я поставила на водогонника и одну на кровать. Потом у меня было резкое желание попить. Я выпила полтора стакана. Я не допила один, второй. Потом я снова решила почитать свою книгу. Я даже не знаю, нравится она мне или нет. У меня сейчас где-то примерно половина. Ну ладно, я буду читать пока что. Но надеюсь, я ее не заброшу, дочитаю. Потому что я ее очень хочу дочитать. Потом я заполнила ежедневник и драгер привычка. Закапала капли в глаза. Завесила шторки. Немного закрыла окно, потому что что-то у меня сейчас в последнее время ночью холодно. Потом я включила сюда диодную ленту и в принципе лила спать. Положила своих зверей сюда. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.